В третий раз водное зеркало лучшего в Беларуси Дворца водных видов спорта стало ареной для 200 юных синхронисток из пяти стран. Несмотря на свою молодость, турнир «Золотая осень» уже основательно прописался не только в Бресте, но и в ежегодном календаре Европейской лиги водных видов. А это не только привлекает большее число стран для участия в соревнованиях, но и развивает синхронное плавание в Беларуси. Турнир действительно популярен, и девочки в этом возрасте 12-13-15 не имеют очень много турниров где-то за рубежом. И даже для наших спортсменов, для белорусских, для минских и для брестских это является очень хорошим стартом для дальнейших международных соревнований, для дальнейшего повышения своего спортивного мастерства. И, конечно, хочется отметить, что с каждым годом более сильные команды откликаются и приезжают на этот турнир. Нынешняя «Золотая осень» – рекордсмен по числу и стран, и участников. Самой представительной стала делегация из России. В турнире заявились команды из семи городов. Среди них Москва и Чехов, которые поставляют звезд в национальную сборную России. Все не идеально. То есть идеально сделать очень трудно. Это еще надо работать годами. Но мы старались, чтобы самое главное – это тренеру понравилось. Она, конечно, не все идеально были. Были ошибки, были помарки. Но, в принципе, мы довольны своим выступлением. Да, она нам все разложила, кто что должен сделать. И мы старались, как могли. Может, были какие-то ошибки, но это уже дальше будем стараться делать. Соревнования лично командные. Спортсменки выступали в двух возрастных категориях – 13-15 лет и 12 лет и младше. В обязательной и произвольной программах свое мастерство продемонстрировали дуэты, группы, микс, дуэты, а также сольные номера. Для синхронисток это не только хорошая соревновательная практика, но и возможность посмотреть уровень своих коллег и показать личные наработки. Уровень соревнований очень сильный. Приехало много стран. И они очень сильные. Мы старались с ними соперничать. Да. Уровень соревнований в этом году стал очень велик, так как много приехало стран, участников. И можно посмотреть и чему-то научиться, что-то выяснить и подвести итоги. Чем мы хуже и чем они лучше. Судьи оценивали выступление по трем позициям. За технику исполнения, художественное впечатление и за сложность. По итогам трех соревновательных дней команда близких синхронисток завоевала второе место в национальном зачете. Первое у команды столичных профсоюзов. В международном зачете наша комбинированная группа в составе 10 спортсменок выполнила норматив кандидатов в мастера спорта. Им еще много не хватает. Нет опыта. Нет опыта международных стартов. Нет опыта такого колоссального сбора вместе с национальной и юниорской национальной командой. Очень бы хотелось, конечно, чтобы такой опыт был у них, чтобы они приезжали к нам в Минск не только на соревнования, не только на официальные старты чемпионата первенства республики, но и просто потренироваться, повариться в соку в этом. Также поучиться, может быть, в училище Олимпийского резерва и попробовать свои силы. Ирина Альшова, Андрей Щербан, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БОК-ТВ.